Итак, несколько минут назад, буквально 20 минут назад, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении проект широкой амнистии, приуроченной к 20-летию Российской Конституции. Нынешняя амнистия станет уже 16-й в истории современной России, 8-й на счету президента Владимира Путина. За два с половиной срока своего президентства он освободил досрочно почти полмиллиона человек, но, в отличие от Бориса Ельцина, не готов, похоже, отпускать из-за решетки своих политических оппонентов. Статистику и особенности последних амнистий анализировала Екатерина Базанова. Катя, тебе слово. Спасибо, Тихон. Итак, немного статистики. Давайте внимательно всмотримся в цифры. Начнем мы наш отчет с 1917 года. За все время советской власти, то есть за 74 года, было объявлено всего 19 амнистий, а после крушения Советского Союза по сегодняшний день уже 16. Начиная с 1994-го амнистируют почти каждый год. За два неполных срока правления президента Бориса Ельцина амнистировали целых семь раз. В 94-м, в 96-м, в 97-м и в 99-м осужденных, которые совершили преступления во время конфликта на Северном Кавказе, на территории Чечни и Дагестана. В 96-м на свободу вышли беременные женщины, матери несовершеннолетних детей, сами несовершеннолетние, инвалиды и пенсионеры. Всего при Борисе Ельцине досрочно обрели свободу почти 200 тысяч человек. Самой спорной и яркой ельцинской амнистией стала амнистия 1994-го, когда домой за решетки вернулись политические оппоненты Бориса Ельцина, то есть ГКП-чиписты и также защитники Белого дома 1993-го года. На счету Владимира Путина уже 8 амнистий. Дважды тюремные лагерные двери открывались досрочно в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. В 2001-м отпустили несовершеннолетних женщин, двумя годами позже сложивших оружие чеченских боевиков. Нынешняя амнистия стала уже второй за этот год, первая экономическая состоялась в июле. По последним данным, за три неполных срока Владимира Путина свободу досрочно получили более 450 тысяч человек. Ну а самую скромную амнистию всех последних лет запомнился президент Дмитрий Медведев. Приуроченная эта амнистия была громкой дате. К 65-летию победы в Великой Отечественной войне вышли по ней на свободу всего-то 200 человек. Амнистированы тогда были лишь ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда. Таким образом, получается, что действительно масштабными в истории современной России были всего три амнистии. 95-го, 2000-го и 2005-го годов. Все они объявлялись в преддверии Дня Победы. Больше всего, а именно 206 тысяч человек на свободу вышли в 2000-м. С тех пор ничего подобного по масштабам и государственной щедрости в нашей стране не происходило. Продолжение следует...